Рано? Не рано. Так что, пока все подключатся, буду снимать кино. Мы сообщаем вашим подписчикам, что вы вышли в прямой эфир. Здравствуйте, подписчики! Hello! Здравствуйте, доброе утро! Та-дам! Ну что, товарищи кинолюбители! Слушайте, вот так вот кто-нибудь будет мимо проходить дома, посмотрит, что человек сам селит с собой общаться, подумает, ну даже не все дома. Ну ладно, мы киношники, ребята, такие! Сейчас мы подождем, пока все подключатся. Начнем с вопросов и ответов. И мы будем сегодня говорить о прекрасном, о кино. Мы будем сравнивать российское кино и американское кино. И вообще, как это сниматься в Америке, как сниматься в России. Есть ли какая-то разница? Может быть, разницы никакой нет. Вот. И вы будете спрашивать свои любимые вопросы про размер ноги. То, что вы все время любите. Про корабль, конечно же, третий сезон. Не забудьте спросить, потому что я жду. Ну вот, сейчас я буду читать, пока у нас все здороваются и присоединяются. Тран-тан-тан-тан. Тран-тан-тан-тан. Эфир, конечно, я надеюсь, что смогу сохранить. Но старайтесь его не пропускать. Мало на что, знаете, такая... Невозможно предугадать. Звук как в бане. А, ребят, знаете, почему звук как в бане? Надо что-то придумать. Я думаю, это потому что... Ай. Со звуком как-то не очень. Это потому что у меня телефон в вазе стоит. Вы понимаете? У меня же в Лос-Анджелесе остались все мои примочки. А тут поставить некуда. Что, если в вазу ставить? Нет, как-то очень. Ладно, хорошо. Поставлю на стол. Здравствуйте, здравствуйте. Всем добрый вечер, доброе утро. Кто проснулся, давайте перепроверять звук. Сейчас я попробую как-нибудь еще раз все это дело установить. Сейчас как? Сейчас лучше звук? Кто здесь, отпишитесь мне. Лучше, прекрасно. Да, это просто ваза, понимаете. Подставила, думаю, но надо как-то повыше поставить. Не получилось. Ладно. В Штатах интернета нет. Ребят, я в России нахожусь сейчас. Екатеринбург. Поэтому подставки нет. Так, ну мои прекрасные, любимые вопросы. Это, конечно, она. Так вот посидишь, почитаешь. А мне потом пишут, а почему ты пишешь, делаешь так редко прямые эфиры? Ребят, ну вы просто посмотрите на эти вопросы, и как бы все будет понятно. Ладно, хорошо. Давайте. Отлично слышно. Люди уже подключились. Шикарно. Давайте. Закидывайте вопросы. А я тогда начну пока потихонечку рассказывать вообще, с чего у меня все начиналось. Мой первый проект, как вы знаете, это был корабль. Был корабль первый, корабль второй. Корабль третий будет или нет, это я даже не знаю. Но многие из вас уже знают ответ на этот вопрос. Для меня лично быть актрисой, наверное, это было как-то судьбоносно, и это все определили еще где-то задолго до меня. Потому что когда я ходила участвовать в конкурсах красоты, и случайно попала на Мисс Екатеринбург, я уже рассказываю эту историю. И у меня на Ютьюбе было видео о том, вообще, как я попала на конкурсы красоты, как я стала выигрывать, и о том, как... У меня не получается. Извините, бабушка пришла. Бабуль, он тебя сейчас маму включит. Попроси маму. Так ты работаешь или нет? Простите, бабушка святой. Сейчас я ей включу прямой эфир. Сейчас. На. Вот, пацаны, нажимаешь? Все. У меня там нет, потому что... Так, я здесь. Все, бабуля — это святое. Бабушка теперь тоже смотрит прямой эфир. Так, продолжим. О чем мы говорили? Спасибо вам огромное за ваши комплименты. Про голос и про все остальное. А, да, так вот. И когда я участвовала в конкурсе Мисс Екатеринбург, у нас была преподаватель по речи, и она подходила ко мне и спрашивала, «А ты не думаешь пойти в театр? А ты не думаешь пойти на актерское? Потому что это вот прям твое, тебе нужно этим заниматься». Но я как-то не воспринимала это всерьез. А потом дальше, когда я уже выиграла Мисс Россию, постоянно периодически попадались люди, которые меня об этом спрашивали. Я участвовала, помню, в танцах со звездами. И у Дианы Гурцкой был директор рядом, который как-то вечером перед эфиром спросил меня. Он сказал, «Ирина, а вы не думали о том, чтобы сниматься в кино?» И я думаю, блин, ну почему же меня все об этом спрашивают? А я же такой перфекционист, потому что дева, наверное. И я говорила о том, что, ну как, как я пойду сниматься в кино? Нужно же выучиться, получить образование. На что он мне говорит, ну как бы не знаю, наверное, можно так просто. Я думаю, не-не-не, так это не работает. Ну если мне так часто говорят про кино, наверное, надо пойти поступить в театральный институт. Но на тот момент я уже училась в финансово-юридическом институте на финансиста. И думаю, ну как получится. И в итоге так получилось, что после танцев со звездами у меня возникла возможность попробовать поступить в институт, в ГИТИС. И я решила рискнуть. И в итоге самое ужасное было другое, что когда идёт поступление в театральном институте, нужно рассказать стих, басню, нужно спеть. В общем, такой набор творческий. А я всегда волновалась, и я не знала, как это проходит. Я помню этот день, когда они начинают вызывать. И я сижу, думаю, так, сейчас кто-то пойдёт. И сейчас кто-то, ну, я посмотрю, как кто-то выступает, как там пеет. Это же целый комплект жюри, понимаете, столько людей сидит, и надо же перед ними как-то выступать. И думаю, ну ладно, сейчас поглядим. И вдруг они говорят, Антоненко. И я понимаю, что из-за того, что у меня фамилия на букву А, мне нужно идти первый. И я думаю, ну всё, это провал. Но в итоге мне пришлось пойти первый, выступать. И многие, может быть, не знают, кстати, этой истории. И я в итоге читала, по-моему, стихотворение. И я его забыла. И я так читаю, рассказываю его с интонациями, в общем, с эмоциями. И в какой-то момент я понимаю, что я забыла. И я так... Они говорят, хорошо, понятно, дальше басня. Я думаю, хорошо, ладно, басня, басня, басня. Начинаю что-то там говорить, басню рассказывать. Я уже не помню, какая была басня. И они меня прерывают и говорят, а теперь пойте. И тут у меня был ступор. Потому что петь-то я люблю. И песню подготовила, кстати, колыбельную. Ложка с ней мешая, может, кто-то знает из вас. И я пою эту песню. И думаю, ну как же, как же при всех этих людях начать петь? Ну, в общем, в конце концов, да, я как-то спела. И потом было долгое время ожидания, когда мы ждали, когда все уже ребята пройдут. И когда выйдут сказать какие-то результаты. И я честно вам скажу, ребят, вот честно положа руку на сердце. У меня не было такого, что я всегда думала, я там буду актрисой, тра-та-та, буду сниматься в кино. Я всегда решала вопрос по-другому. Типа, если судьба, значит, я поступлю. Вот если поступлю, значит, возможно, это судьба быть актрисой. И я к этому как-то спокойно относилась. И в итоге, когда вот вышел ректор и сказал, назвал фамилии те, кто поступили, и моя фамилия была там. Я не знаю, с одной стороны, но это было круто. С другой стороны, я подумала, блин, так что, правда, наверное, актрисой, может быть, было столько работ. Теперь надо учиться в двух институтах. В общем, такая вот у меня была история. Такое было начало. У меня там тысячи сообщений ваших. Я сейчас быстренько-быстренько пробегусь по ним. Очень так много приятных слов. Сложно ли учиться в ГИТИСе? В ГИТИСе учиться... Ну, на самом деле, везде сложно. Но сложность заключается в том, что если вы не любите математику, то учиться на финансиста, наверное, нет смысла. Если говорить про актерское, то здесь очень так двояко. С одной стороны, если вы боитесь публики, то актерский институт может помочь побороть эти страхи. И вы можете раскрыться с другой стороны. И наоборот, увидеть в себе какие-то качества, и быть суперлидером, и действительно стать мегаталантливым для всех. Но, с другой стороны, вы можете понять, что это не для вас. Поэтому вот именно если говорить про детей, то сейчас очень много различных студий, очень много различных курсов, где, мне кажется, для детей было бы просто супер пойти, попробовать, поучаствовать где-то, позаниматься, поделать какие-нибудь сценки, чтобы понимать вообще, что такое актерское мастерство, как это быть актером, как это делать какие-то сцены, как это учить текст. Это меня спрашивают, а тяжело учить текст, а тяжело учить текст на английском. Ну, в принципе, когда ты понимаешь, о чем ты говоришь, то это все легко. Это все просто как-то выстраивается логически, и ты уже не зазубриваешь как стих, а оно просто идет из тебя автоматически. Вот сейчас я еще почитаю ваше сообщение. Та-ра-та-ра-та! Про корабли даже говорить ничего не буду, потому что так понятно. Та-ра-та-тан-тан. Это мы сказали... Это мы сказали... Про голос спасибо большое. А, кстати, у меня есть пара новостей, но я не могу пока сказать, не могу с вами поделиться, потому что они такие очень интересные. Но я не могу сказать, куда я еду на съемки, потому что меня попросили пока не говорить, но многие из вас будут очень рады. Это не корабль, но это тоже очень такая интересная история, которая вам понравится многим. Та-ра-та-тан-тан. Так, что... Я могу вас подключить. Если есть вопросы, с удовольствием. Ой, я даже знаю, вот с кем можно подключиться, и... Сейчас, секунду, у меня тут подставка моя, понимаете, дергается. Давайте поговорим. Круто же, когда я живу, я сейчас попросил. Подождите, у меня салфетка у меня. А тут прям... Ай, что-то забавно. Сейчас, секунду. Там-па-дам. У меня работает вообще все эти или нет? Я не совсем понимаю. Подождите. Если вы хотите выйти в прямой эфир и задать реально интересные вопросы, так вот без ступора договоримся так, если у кого-то есть реально интересные вопросы по поводу каких-то актерских профессий и по поводу кино, по поводу сценариев, чего угодно, то кидайте свои запросы, и мы поговорим. Только не стесняйтесь. Я буду вас поддерживать. Я вам помогу, помогу вам побороть ваши страхи. Вот как раз, кстати, вот если вы хотите быть актрисой или актером, выходите в прямой эфир, мы будем с вами тренироваться, как не стесняться. Как... Почему-то да, все, оно такое сбивается. Кто выключил интернет? Кто выключил интернет? Что вы поступите, сдавал ли я литературу? Так получилось, так получилось, что... Я, честно, не помню, я помню, что нужно было сдавать только какие-то творческие задания. По поводу литературы, то есть я приходила с аттестатом своим уже, так как я... А вот у меня какие-то тут запросы. У, вау! Сейчас, секундочку. Секундочку я смотрю. Вот я нашла кучу-кучу ваших запросов. Сейчас я кого-то выберу. И мы с вами поговорим. Вот, у нас есть. Я пробую, надеюсь, что они сейчас подключатся. Тамара Синявская, супер! У-у-у! Это да. Это было бюджетно вам. Здрасте. Нет. Вот понимаете, вы запрашиваетесь, а потом стесняетесь и убегаете. Ну и как? Мы с вами будем бороться с вашими стеснениями. Посмотреть запросы. О, вот у нас Кирилл. Сейчас поговорим. Давайте, подключайтесь уже. Мне нужны собседники. Вот, два интересных вопроса. Подключите. Подключаю. Алло. Привет. 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 Работает? Нет? Да, интернетик такой. Да. Да. Вы онлайн. Вас видят все. Да, да, да. Хотел несколько слов просто сказать, порадоваться за тебя. Вот, наблюдаю за тобой еще с конкурса Мисс Россия. Ну, собственно, в общей компании некоторое время даже находились. Танцы там вот были, что-то такое. У тебя грандиозный прогресс. Просто, ну, хочу порадоваться. Слежу, наблюдаю, радуюсь. Не знаю, что еще сказать. Все комплименты, которые только можно, готов просто закинуть. Да. Интернет, верните интернет. Работа. Большой тебе привет из Москвы. Спасибо, спасибо огромное. Я частями слышу, но слышу, но очень приятно. Спасибо вам огромное. Где же ты? Где же ты? Интернет. Да. Так, хорошо. Ну, прям, прям вообще. А как мне теперь дать что-нибудь? Я не знаю. Подождите. Друзья. Ну, все прям зависло куда-то. Вообще, просто интернет. Можно гулять. Да. Очень плохо. В общем, да. Не очень все пошло с этим интернетом. Подвисло страшно. Оно было безумно-безумно приятно. И это, конечно, круто и здорово, когда очень много людей из вас, я знаю, что, правда, со мной прошли и огонь, и воду, и медные трубы, и все на свете. Из различных конкурсов мы вместе идем, двигаемся еще до моих переездов, до Америки, до моего первого фильма «Там». Я помню, как я еще жила здесь, и тоже многие из вас видели все мои процессы, видели все мои сдвиги, видели то, как я там пробую все время что-то новое. Там проект, например, про Магомаева. Это потрясающий проект. Или проект «Отрыв», когда мы замерзали, когда я оставалась без голоса. Я вам скажу так, ребят, что актерская профессия, она требует очень много физических сил, эмоциональных сил, я даже не знаю, иногда здоровья и очень много времени. Ну, иногда немного времени. Иногда можно уйти в проект, погрузиться туда на пару месяцев, а потом выйти, и пару месяцев ничего не делать, просто отдыхать и восстанавливаться. Как у меня было после отрыва, я очень сильно заболела, потому что было очень холодно, ну, очень холодно. И два месяца вот была под капельницами, прям в прямом смысле при антибиотике, пыталась как-то прийти в себя. Но все хорошо, все классно, нам было просто время какое-то переждать. Вот. Есть много вопросов по поводу России и Америки, я сейчас вам расскажу. В общем, не так давно у меня было два проекта в Америке. Первый я пока не могу рассказать про него, но тоже на английском языке. И второй был с Брюсом Уиллисом, на самом деле с кучей крутых актеров, Дэван Саво, который, если вы помните, клип Эминема «Стэн». Вот, он играл этого сцена, это был Дэван Саво, только это еще много-много лет назад. И вот с ним мы играли сцену, и никто еще не знает этой истории, а я вам сейчас расскажу, как это было. В общем, это так. Я приехала на площадку, и в какой-то момент режиссер решил поменять, мне дать роль побольше, на что я говорю, подождите! Я говорю, ну там же учить четыре страницы текста. Он говорит, ну да. Я говорю, четыре страницы текста, и у нас через час мы должны быть в кадре. Он говорит, ну да. Я говорю, это же нереально. На что он говорит, я в тебя верю. И я очень судорожно пыталась, честно, выучить этот текст. Как бы выучить текст не проблема, но когда у тебя есть время, а когда времени нет, тогда начинается прям вот, ты находишься в таком стрессовом состоянии, и становится очень страшно. Вот у меня было стрессовое состояние. Но у меня была потрясающая девочка-подружка, которая зовут Hope, как это на русском языке? Надежда, вот. На английском ее зовут Hope. И она говорит, не переживай, я тебе помогу. Чтобы вы понимали, там просто сленг, ну так, какой-то такой современный, типа триллер. Вот, там очень много сленгов написано, то есть не литература такая классическая, а вот прям на сленге. А я говорю, что это за слово? Что это за слово? Думаю, боже мой, я половина этих слов даже не знаю. Ну, как бы могу спокойно поговорить там на английском, что-то объяснить. Но какие-то есть слова, которые для меня были на тот момент неизвестны. Я думаю, ну все, это право. И в итоге я очень переживала, нервничала. И потом познакомилась как раз с Дэван Савой, который вот был мой партнер. Это, конечно, как это делается вообще у актеров? Ты вроде учишь, учишь, и ты, когда начинается уже твоя сцена, и ты такой, все, я выучил уже текст в голове, проблем нет. Ну, во-первых, это на английском, во-вторых, это было типа час назад, то есть еще текст не усвоился. Если, если, самое, кстати, вот самое полезное, это если ты учишь текст вечером перед сном, то наутро ты встаешь, и у тебя уже как-то это улеглось. Но у меня-то не было такой ситуации, понимаете, да? У меня вообще был стресс. Я там прилетела в эту Джорджию, прилетела в Атланту, значит, добраться туда было, прилетаешь в Джорджию, это в Атланту, потом оттуда в другой город Элбани, потом после этого в город Тив, там даже такая прям путешествие у меня было большое. И потом надо было сдать ковид-тест, утром надо было ковид-тест сдать. Ну, в общем, стресса у меня было полно. И я понимаю, что этот текст, я вроде как бы выучила, но как бы непонятно, и подхожу к своему партнеру, и мы начинаем читать текст. Режиссер говорит, ну все, ребят, давайте, почитайте, и будем снимать. И я думаю, ну, хорошо. И роль у Девана, она такая, такой bad guy, такой плохой. И он так смотрит на меня, и, ну, начинает читать мне свой текст, а я ему, и я понимаю, что я весь текст, я забыла. Вот просто все, что было. И я так... Да, все, что вы понимали, у меня была такая героиня, очень такая уверенная в себе, которая садится и ему говорит, типа, «Та-та-та, давай поговорим по целам, была бы плакала». И я не могу это сказать, просто не могу, потому что я забыла, и я нервничаю, думаю, ну все, надо что-то с этим делать. И он так на меня смотрит, а стыдно, безумно стыдно, вы не понимаете, ну, классный голливудский актер, и просто позор. И я думаю, блин, что делать? И я ему рассказываю, я говорю, так, послушайте меня, вообще я профессиональная актриса, и вообще у меня с текстом проблем нет. Только мне четыре эти страницы дали вот час назад. И так как это для меня не родной язык, мне это немножко было проблематично. Ну что, он, конечно, услышал, он меня понял, и сказал, ну, давай еще раз, давай еще раз. И, в общем, мы погоняли, погоняли текст, и потом мы его все-таки как-то установили по своим местам все, и сыграли сцены. Это было круто, и мы прям потом дальше другие сцены тоже играли, и в итоге вот общаемся до сих пор. И я очень благодарна вообще за этот опыт, жду, когда выйдет этот фильм. А напишу об этом обязательно, я уже где-то выставляла. Ой, в общем. Будь вот таки, разница, да, по поводу разницы между российским кинематографом и американским. Чисто с технической точки зрения в принципе разницы никакой нет. Ну, то есть ты приезжаешь на площадку, у вас как бы есть уже определенный тайминг, у вас есть сцены, есть перерыв на обед. А, вот большая в чем разница. Ребят, в Америке работать в кино нельзя, потому что ты просто оттуда выкатываешься потом как колобок, потому что там кормят на убой. Это ужасно плохо. Особенно там на площадке очень много всяких чипсов, очень много всяких конфеточек, шоколадочек, вот прям полно, и все это тебе предлагают. А вы знаете, когда еще стрессует актер, некоторые из людей, которые в стрессе, они это заедают. Вот я иногда смотрю, знаете, там вкусные какие-нибудь печеньки-шоколадки и начинаю нервничать, и говорю, нет-нет, а рука-то тянется. В общем, опасное это тело. Вообще опасная у нас профессия. Сейчас почитаю еще ваши вопросы, то я могу так долго бесконечно что-нибудь рассказывать. Тан-тан-тан-тан-тан. Я сюда вопрос писать нет смысла. Чего это нет смысла-то? Я все вижу, все вижу, все слышу, все читаю. Ну, может, не все, но я стараюсь. Когда мы увидим этот фильм, я читала, что он должен выйти в начале следующего года, но как бы кто знает, может быть, может быть, он выйдет и раньше. В эфир страшно выходить, поэтому спрошу здесь, как выучить несколько страниц текста или актер участвует в нескольких проектах одновременно. Для меня вообще учить тексты, это прям проблема. Я не могу взять и просто выучить текст, если там какая-то особенная непонятная терминология и так далее. Но есть это тексты серии «Я тебя люблю», «Я тебя тоже люблю», или «Я от тебя ухожу», «Он мне изменил», «У него любовница». Это всё так, знаете, как-то жизненно. И если говорить про фильмы, то для меня лично тексты учить легко, просто потому что они понятны. Просто когда тебе приходит человек и говорит, что «Я от тебя ухожу», понятное дело, что у тебя там под текстом должна быть реакция типа «Что? Как?». Но вот не везде, но в большинстве случаев мы, актёры, можем менять текст. Не все режиссёры это любят, не на всех проектах это разрешают, но в большинстве случаев мы можем поменять текст, мы можем его сделать под себя, можем добавить свои слова-паразиты типа «Ой, блин!» и так далее. Ну, конечно, лучше этого не делать, но тем не менее это можно. Так, тра-та-та-та-та! Спасибо, Наташенька. Я постараюсь, правда. Ты знаешь, это всё зависит от вопросов. Если есть много классных вопросов, то я бы с удовольствием часто делала эфиры, а когда их не очень много. С вокальной историей с моей мне предложили записать одну песню. Это всё, что я могу сказать. В общем, поеду сейчас в Москву, и там что-то вот с вами запишем. Та-ран-та-ран-тан! Дарина! Дарина, давайте я вас ещё раз подключу. Попробуем. Вдруг у нас получится эфир. И ещё. У вас бывает плохое настроение? Пят! О! Привет! Ой, здравствуйте! Я бы хотела задать вопрос. Да. Я сейчас учусь в колледже искусства и культуры. У нас есть такой предмет — культура речи. Да. И у меня возникает сложность. У нас сейчас как раз сессия проходит, и нам нужно рассказать монолог на свободную тему. Я не знаю вообще, как смотреть, куда смотреть, что делать. В общем, у меня сразу... Нам разрешили как бы использовать свои какие-то записи, конспекты, может быть. Но я пробовала как бы в своей компании, девочки сидят, пробовала как-то рассказать им что-то, но как-то не получается. А ты когда пытаешься рассказать, у тебя вылетает текст, или ты просто останавливаешься, потому что не можешь психологически дальше рассказывать? Вот как у тебя... Скорее всего, психологически. То есть, у меня сразу вот как сейчас появляется какая-то дрожь. Да. То, что сейчас вот аудитория... Я скажу так, ты думаешь, что... Да. Я скажу, что дрожь и переживания, это есть у каждого человека. Если у актера, у певца, у любого творческого, или даже бизнесмена, питера, у кого угодно, если человек на публике выходит, и у него нет дрожи и переживания, то человек либо ненормальный, либо, ну, либо... Либо, я не знаю, либо ему настолько всё равно то, что он делает, что он не вкладывает туда часть себя. Если ты испытываешь такие ощущения, это значит, что ты... Тебе это не безразлично, и ты хочешь этим поделиться. Но ты боишься, как это могут воспринять другие люди. И у меня, например, с музыкой то же самое. И что может помочь, это только практика на самом деле. Даже вот я недавно с братом это обсуждала. Практика, практика. Вот как раз с друзьями. Начни с малого. Начни рассказывать сама себе. Вот выучи и попробуй встать перед зеркалом и рассказывать себе. И самый кайф, я тебе скажу так, я раньше этого боялась тоже, но самый кайф — это видеть людей в глаза и разговаривать через глаза. Понятно, что они сами тоже могут испугаться, могут пытаться как-то переводить взгляд, но когда ты встречаешь потом людей, которые, знаешь, также тебе в ответ отвечают вот этой жадностью, в том смысле, что они хотят тебя больше слушать, это ещё больше заряжает. Это так интересно. Поэтому в этом смысле, конечно, опыт-опыт. Попробуй начать поговорить самой с собой. Прям старайся смотреть в глаза, потому что в этом ты можешь увидеть человека, которому это интересно, и тебе захочется ему это рассказать. То есть тебе, ну, когда ты вводишь глазами, ты начинаешь об этом думать, об этом переключаешься, а когда ты вот именно входишь в контакт, ты как, знаешь, как в потоке, и тебе хочется прям этим делиться и продолжать дальше вот рассказывать, там, монолог или диалог. Это прям классно. Я когда тоже в гейте-то выступала, я понимала, что надо преподавателю это прям в лицо ей рассказывать. Это прям ей рассказывать. Вот я сейчас как раз, ну, учусь на хореографа в Свердловском колледже. Кстати, в Екатеринбурге. Да, я как раз в этом университете класс. Ну вот. И я когда сюда же поступала, у нас были вступительные тоже творческие экзамены. Надо было... Тоже мы садились в кругу, и надо было станцевать. То есть, как бы, над этим у меня, ну, не было никаких проблем, да. То есть, я спокойно была, уверена, что я смогу, сделаю. А вот что касается речи, у меня вот такие вот проблемы существуют. Да, но вот это только опытом убирается, да. Ещё можешь попробовать это подключать движение, например, жестикуляцию, или попробуй начинать чуть-чуть передвигаться по комнате. Ну, не сильно так петь. Ноги на ногу переваливаться, или там чуть-чуть отойти в одну сторону, в другую. То есть, немного подключать тело, чтобы не замирать, потому что тогда тебе, знаешь, немножко страшновато. А так ты будешь ходить в тело, и тебе будет легче. Хватит. Ой, спасибо огромное. Я не серьёзно занимаюсь виртуальной сменой. Да, ничего страшного. У нас полчаса эфира. Да, конечно. Можно ещё вопросик один? Вот. И у нас ещё на первом курсе был предмет основы режиссуры. И то, что я говорила, что у меня, ну, движение как бы всё получается в танце, нам надо было показать животного, ребёнка, ещё кого-то, по-моему. Ну, в общем, мне одобряли вообще ничего. Ага. Вот. И в конце концов у меня так и остался должок. Так. Вот. Я не знаю, опять же, что по мне не так. В тебе всё прекрасно. Вот смотри, нас сейчас столько людей слушает, а ты со мной спокойно разговариваешь, абсолютно открыто, и вообще ничего не боишься, и ты выглядишь очень уверенно, потому что ты говоришь о том, что тебе нравится, на самом деле всё в тебе в порядке, всё и в тебе идеально. Просто в силу возраста и в силу отсутствия опыта мы боимся ошибиться. Мы, очень многие из нас, перфекционисты, и мы думаем, вот я, наверное, я не могу сделать это идеально, я лучше вообще это не буду делать. Я боюсь, что обо мне не так подумают, я боюсь, что надо мной будут смеяться. И даже если мы не говорим, но мы так думаем, и это нормально, так как бы в нашем социуме принято, то, что над нами могут посмеяться. Но честно, я тебе скажу так, жизнь так коротка, что пусть они смеют. Делай так, чтобы тебе было хорошо. Кайфуй от каждого дня. А когда, особенно что касается всяких сценок, это так раскрепощает. Я была на многих курсах, не только в России, когда именно тебя заставляют покричать. Представляешь, куча людей, ты никого не знаешь, ты выходишь на центр, тебе нужно кричать или дергаться, как сумасшедшая там обезьяна. И в какой-то момент ты понимаешь, да плевать, что тебе подумают. Зато тебе это очень сильно поможет. И это правда. Поэтому постарайся просто отключиться, и посмотрят на тебя другие люди, и они пойдут за тобой, и будут так же выкладываться на сто процентов, потому что они подумают, блин, ну она же сделала, ну над ней же никто не смеялся. Я, наверное, тоже так могу. Вот, поэтому иди смело вперёд, ничего не бойся. Не теряй время. Спасибо огромное. Да не за что. Вот, успех от тебя. Спасибо, и вам тоже. Извиняюсь на Кита. Класс. А я не знаю, как тут дальше переключиться. Я тоже. Я тоже. Может, остаться? Сейчас будем разбираться. Инстаграма. Как нам всё? Нет, это надо не сюда зайти. Так они сидели полчаса и пытались разобраться с Инстаграмом. Это смешно. Ой, у меня только вопросы открылись. Вот смотри, сколько прямого эфира. Тебе никуда не деться. Всё. Придётся тебе тоже что-нибудь говорить. Так, может, я тогда выйду? Я лучше тогда выйду, а вы там... Договорились. Ну, я сейчас обратно зайду. Я вас послушаю обязательно. А правда, да, правда, я не знаю. Тут как-то всё поменялось. Раньше как-то оно было по-другому, а сейчас не понятно. Так отключаться. Ну всё. Ну да ладно. Спасибо. Пока. До свидания. До свидания. Так. Ну да, наверное, надо вот только так выйти. Ну что, ребят? Что ещё обсудим с вами? Какая милая девочка. Это так здорово. На самом деле, представляете, какая она смелая? Она вот не постеснялась и вышла в эфир, поговорила и открыла свою душу и сказала, что ей тяжело. Вот я бы в её возрасте не смогла. Я бы испугалась. Вот сейчас я смелая, конечно. А так я раньше не была. Так, какие ещё интересные? Ну, ребят, вот вопросы. Я просто почитаю так чисто поржать. Ну, это же капец. Ну, ты замужем, понятно. Это каждый день. Анекдоты расскажи. Ребят, включите ТНТ, послушайте там анекдоты. Как вы пахнете? Вы что, серьёзно? О, вот кто-то написал правильно. Ждём «Газолин Элли». Да, так называется мой фильм, который как раз выйдет либо в этом году, либо в последующем. Кстати, кстати, новость. Все очень часто спрашивали, когда же выйдет моя комедия, в которой я снялась. Из-за кови-то просто всё передвигали, передвигали, и в итоге тарарам-тарам! Аннонсмент! В октябре выйдет друг на продажу в кинотеатрах. Вот, будем вместе смотреть. Я уже ничего не помню, пока его снимали, я уже всё забыла, что буду смотреть вместе с вами. А я стесняюсь. Ну, вот, да, многие стесняются. Когда обратно в Америку, я поеду по-моему, в середине июня, что ли. В общем, столько всего. Столько, столько приятных слов. Это очень, очень, очень приятно. Так, хорошо, эфир эфиром. Подождите, эфирщики мои. Давайте вопросы позадаем здесь. А то я знаю, вы такие. Один вот захочет, а другой тоже захочет выйти онлайн. Ладно, я тут... Самое смешное, когда я читаю сообщения, параллельно ещё пытаюсь что-то рассказывать. Мозг вообще не соображает, что нужно делать параллельно. Хороший наставник. Это очень приятно. Так. Так, так, там. Таран-таран-тан. Правда, очень много вопросов. Очень. Как научиться передавать эмоции при чтении текста? О, это... Хороший вопрос. Как научиться передавать эмоции при чтении текста? Ну, нужно не читать текст. Нужно научиться его чувствовать, а для этого текст... Либо до этого нужно прочитать, потому что, когда вы первый раз видите текст, то читать его с душой не получится, потому что вы его никогда не видели, и невозможно понять, куда идёт предложение. Когда вы один раз прочитали, либо когда вы уже прям его выучили, тогда вы просто отключаете, как бы, мозг и начинаете включать чувства. Это так классно. Я практиковала это даже с разными книгами, но вот это то, как работает у нас на актёрских многих курсах и тренингах. И я обожаю это. Когда ты берёшь какой-то текст, неважно, какой текст на самом деле. Вот я вот говорю бесконечно про все эти курсы. Ты берёшь текст, ты его заучиваешь, как своё имя. Потом просто отключаешься, обнуляешься, и начинаешь жить с этим текстом, с партнёром или без партнёра. И тогда из тебя, вот когда ты идёшь изнутри, и ты просто говоришь текст только тогда, когда ты чувствуешь, что хочется его сказать. Не просто открываешь рот и... А мама сварила кашу и выдал всё. А именно вот сидишь и чувствуешь, и ты понимаешь, что вот оно идёт, как некий импульс. И тогда ты ему поддаёшься. И ты можешь пойти в разное состояние, в состояние радости, счастья. Если у тебя есть задача, то ты идёшь по задаче. Если нет задачи, то ты можешь импровизировать. И тогда вот от этого импульса ты идёшь и говоришь, а мама сварила кашу, и дальше ты начинаешь рассказывать какой-то текст. Ну, в общем, не важно, что это. Мама, каша. Чему я говорю про маму с кашей, не знаю. Мама, ты кашу сварила? Наверное, голодная. А вы могли бы прочитать какой-нибудь отрывок из произведения? Допустим, этот вопрос. Ну, на самом деле, на самом деле просто вот как-то я не особо держу в памяти все какие-то произведения и стихотворения любимые, но как-то читать в прямом эфире, я не знаю. Какая твоя самая неудачная роль? Это из серии вопрос. А вот если бы ты могла прожить жизнь заново, хотела бы ты, чтобы чего-то в твоей жизни не было? Нет. Вот я люблю каждый свой опыт и каждую роль, потому что даже если даже если у меня было как-то, не знаю, какие-то неудачные сцены или какое-то в целом неудачное кино, все равно это был опыт, я когда это пересматривала, я понимала, что ага, вот так я больше делать не буду. Или ага, вот это мне не идет. Или вот это была моя ошибка. Я больше так делать не буду. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Даже из Германии пишут. Просто из разных-разных стран. Из Белоруссии. Сейчас кашку мама принесла. Мама кашку не принесет. Мама пошла спать. Ну, в лучшем случае она смотрит эфир. Смотрит, улыбается, ржет и говорит, что ты меня там с кашей-то прокашу? Мама, все нормально. Главное бабушке эфир включить. Это самое важное. Есть ли у вас возможность выбрать имя героини? Интересный вопрос. Я никогда с этим не сталкивалась. Скорее всего, нет. Потому что, когда есть готовый сценарий, как правило, мы можем с режиссёрами во время съёмок фильма обсуждать, что-то менять, менять в сценах. Но имя героев... Вау, здесь же Эстония! Привет! Я помню, мы разговаривали как раз в прошлом эфире. У меня 13 лет, хочу стать актрисой. С чего начать? Как я говорила ранее, советую начать с того, что найти какие-нибудь курсы, какую-нибудь школу, где можно именно прийти и попробовать себя в актёрской профессии. Попробовать вообще себя на сцене. Потому что есть очень много детей или молодых подростков, которые думают, я хочу стать актёром. Вот это прям моё. А потом они в это приходят, пробуют и понимают, ой, нет, это надо текст учить, а я как-то это всё не люблю, и вообще у меня столько эмоций нет. И вообще мне лучше как-то вот пойти и там в футбол погонять, заняться чем-то другим. Поэтому мой совет перед тем, как вы захотите действительно серьёзно этим заниматься, профессионально, попробуйте. Вот прям перед поступлением попробуйте, чтобы понять, вот подходит вам это или нет. Нужно? Хочется? Или всё-таки есть сомнения? Если есть большие сомнения, тогда, может быть, и не туда вам идти. В Америке действительно строго с пунктуальностью. Привет из Казани. Привет! А с пунктуальностью в каком смысле? В Америке? Да я не знаю. Там все опаздывают. Даже я не знаю почему. Никогда в жизни здесь не опаздывала. В Америке как ни встречи, везде опаздываю. Странно. Как я решилась переехать в Америку? Я делала про это целое видео, и у меня там в постах где-то есть. Если интересно, можете посмотреть. Манчести Юнайтед. О, мой гож! Hey! Hello! How are you? It's so cool to see you here. And your questions. And oh, my God! Looks great. Окей. Да я, блин, столько раз пишу, и нет ответа. Ну, sorry. Я не успеваю. Просто много, правда, вопросов. Честно, честно, стараюсь прочитать, но не получается. Реально лисняться в главной роли с профессиональным актёром без образования. Ну, вот у меня первый мой проект «Корабль». Первый сезон, чтобы вы понимали. Это я только поступила в ГИТИС. Я поступила в ГИТИС, и я, по-моему, не закончила даже ещё вот первый год, первый курс. Я поступила в ГИТИС, я стала учиться, и как-то в процессе я поняла, что вот сейчас я готова идти попробоваться на какой-то проект. И я пошла на какой-то сериал и на «Корабль». Это был мой практически первый кастинг, первые пробы. И меня взяли. Это был долгий-долгий процесс, когда были эти пробы, мне кажется, бесконечно. И в итоге меня взяли. И чтобы вы понимали, там были все профессиональные актёры. Илья Любимов, Агрипина Стеклова, Володя Виноградов, Дима Певцов. Вы понимаете, масштаб. И такая я пришла на главный урок, девочка без образования даже ещё, потому что я ещё училась в двух институтах, ну, тем в менее. И опыта у меня не было. И я очень переживала, и все очень переживали, и все как бы понимали, что, наверное, я хожу, поэтому меня взяли, и у всех были большие надежды. И для меня это был шок. И я прям помню, когда мы с Ильё Любимовым играли сцены, и я не понимаю, как делать любовные сцены. И я говорю, я говорю, а вот у нас сцена, ну, там где-то мы целоваться должны, а как это всё делать? Ну, как по киношному, говорит Илья Любимов. Я говорю, а по киношному это как? Ну, потому что, понимаете, для меня это прям вообще другой мир. Что такое Apple Box? Я не знала, что такое камера, я не знала, что такое линзы. Вообще ничего не знала. Вообще. И как целоваться по киношному, я тоже не знала. Но училась. Теперь профессионально по киношному целую. Про кубики меня кто-то спросил. Хо-хо-хо! Видали, какие у кубики? Такое. Господи, один мужчина, глупый вопрос. Надо бывать. Калининград. Были ли вы в Челябинске? Какая у вас основная профессия? Актриса или модель? Ребята, я моделью никогда не работала, правда. Я участвовала в конкурсах красоты, просто потому что, ну, потому что там в Екатеринбурге машин дома, например. Ну, это тоже про это я много раз рассказывала. По поводу Челябинска. И я проезжала... По-моему, я была в Челябинске. Просто очень давно. Та-дам-пам-пам-пам-пам! Вау! Приятно, что только молодая русская актриса уже известна на другом континенте. О, меня в Швейцаре знают. Это приятно. Вы наша русская лиз Тейлор. Спасибо большое. Модные процедуры с лицом не делаю. Максимум, что делаю, фильтр на Инстаграме. Ну, и хороший тональник, тональник хороший. Всё правильно. Ещё солнышко там сидело. Как вы избавились от акцента на английском? Я работаю над этим. И я нашла потрясающего учителя, учительницу. Как ни странно, это русская девочка, но у неё настолько большой свой опыт и вообще своя история знакомства и изучения английского языка, что я слушаю и я просто вдохновляюсь от неё. Вот она мне помогает работать над моим акцентом. Ты читаешь рэп на досуге. Расскажите, как целоваться по киношному. Ну, слушайте, по киношному... Есть два варианта. По театральному и по киношному. По театральному это когда два человека делают, что они целуются, но они делают вот так, как бы вообще не касаются. Например, шею в шее и прячутся за волосами или как-то. А по киношному это, ну, как бы слегка в губы, ну, потому что в кадре-то, когда крупный план, нельзя ни в губы поцеловаться. Вот, это как бы в губы, но без такого прям поцелования. Такое просто вот так. Дождь, и всё. Пойдём дальше. Вау, ребят, я просто в шоке, откуда только кого нет. Это так приятно, просто, просто можно зайти с ума. На какой козек тебе можно подъехать? Чё сразу на козе-то? Жалко козочку. Не надо, пешком идите. Спортом занимайтесь, полезнее будет. Как вы узнали о кастинге? Как проходил ваш первый кастинг? Переживали ли вы? Я на тот момент, у меня была, вот мой директор Ирина Бетянко, с которой я, собственно, уже столько лет работаю. И через неё, да, как-то через неё, они узнали, что есть какие кастинги. Они отправляют как раз своих актёров. И когда кто-то из актёров подходит, они уже приглашают, кастинг-директора приглашают актёров на кастинги или на пробы. Очень хотелось бы услышать твой совет. У меня есть выбор, пойти сейчас в театр колледж или остаться в Эстонии до 11 класса. Ох, вот честно, мне тяжело советовать, потому что я не знаю многого, не знаю ситуации, не знаю, что бы хотелось конкретно тебе. Это, наверное, больше вопрос к тебе. Как ты думаешь? Где ты видишь своё будущее? Там? Или пойти в колледж и продолжать своё обучение и своё направление в той стране? Это ты должна кинуть монету. Шучу. Но надо это вдумать, правда. Вы правильно делаете, потому что вы очень красиво боясь на элсчезарной без косметических процедур. Спасибо. Рязань, Гавайи, Молдовы, Тюмень. О, мой гад, посмотрите! Саратов! Это вообще Казахстан. Это вообще столько, столько вообще разных мест. Я не в Москве, я в Екатеринбурге. Украина! Вау! Вы просто согреваете моё сердце. Так приятно, так приятно. И в Брянске просто вообще. Так, и в Мексике. У нас осталось не так уж много времени. Сейчас я посмотрю быстро какой-нибудь вопрос или кого-то подключить, наверное, да. Конечно, прошлое сектись, но родители. Родители это, да. Мои родители тоже сказали, что сначала нужно получить нормальное образование, а потом уже заниматься вот этим вот всяким, понимаете, творческими историями. Поэтому лично я получила первое образование финансовый кредит, потому что родители хотели, а второе актёрское. Но, честно, я не жалею, потому что никто не знает, как сложится судьба, как вообще там дальше пройдёт жизнь. А так раз я и научилась финансами управлять. Сижу вот, понимаете, в биткоинах разбираюсь. Доккоин, биткоин. Помогу, а первое образование. Так что, с одной стороны, родители могут дать хорошие советы. Иногда лучше прислушиваться сердце. А иногда можно вообще совместить, сделать то и другое. Так, сообщение, сообщение, сообщение. Киров. Вот. Мы сейчас с Олегом напоследок поговорим. Олег очень часто всегда пишет, следит и вообще в курсе всех событий. Ирина, второй раз. Здравствуйте. Да, я узнала. И вот специально сразу. Хотел пользоваться случаем поздравить с прошедшим вашу бабушку. С прошедшим её день рождения. Здоровья и счастья. Всего самого-самого лучшего. Спасибо большое. Ирина, хотел у вас спросить, а это как его... Сейчас, сейчас. Дайте сформулировать правильно. То есть всё равно стесняюсь немножко. Да ладно, уже стесняюсь. Скажите, Ирина, а как вы боретесь с волнением на съёмках? Удивительно, но я на съёмках волнуюсь, наверное, когда только-только начинается проект. Когда я уже, например, несколько дней на съёмках, то в принципе я как-то работаю. Но самое сложное всегда это первые дни и когда... Слушай, просто себя. И когда у тебя... У меня такая история с сериалом «Победители», когда мы должны были играть, ну, как бы, типа «Любовь», а мы не были знакомы. А мы не были знакомы. И то есть первая сцена, мы должны играть с трассой, прям, прям вас обниматься. А я ему говорю, «Здрасте, здрасте, здрасте». Познакомились, ну, ладно, сейчас будем что-то играть. То есть вот это всегда самое сложное. Но зато если первая сцена с пателлой, то потом весь фильм идёт как-то масса. Ну да, оно стоит только начать, а потом уже дальше как-то уже проходит это стеснение, правильно? Да, это правда. Это так во всём, на самом деле. Я так же самую. Я так же самую, Ирина. Я так же самую стесняюсь всё время, когда пел в школе, всё время мне говорит, хороший голос, хороший голос. Я всё время стеснялся. Я думаю, ну как? Я говорю, я же всё-таки мужик, а мужики не поют сразу. Ну, у нас всегда такое было всё время в школе. Ну и потом пришёл, и я всё время стеснялся, ну, когда всё равно, хоть и хорошо поёшь, есть всё равно в толпе какой-то человек, который будет смеяться. И ты всё время начинаешь стесняться и сбиваться. Я, боже мой, как это побороть это вообще было? Ну, хотя я и сам тоже люблю петь. Я тоже. Я тоже люблю петь, но и у меня тоже постоянно всегда бывает, всегда я прям, прям, блин, как вот на людях можно взять. Ну, это такой вопрос. И когда ты начинаешь кайфовать, и просто начинаешь кайфовать, и просто кайфовать от тебя вокруг, тогда ты прям погружаешься в этот процесс, и тебя льётся действительно что-то настоящее. Настоящее. Скажите, Ирина, а в дальнейшем вы вообще вот думаете стать режиссёром, там, или как вообще, в дальнейшем, в дальнейшем? В дальнейшем, в дальнейшем? В дальнейшем, в дальнейшем. Я бы хотела и продюсер, и про письма по поводу режиссёра, может быть, как-то косвенно, потому что это не успелось, хотя с другой стороны, наверное, с другой стороны, и в Америке, и в Америке. Ну, куда? Ну, посмотрим, если она длинная, это начинается, поэтому пойдём. Буду за вас держать кулачки, чтобы у вас всё получилось, всё было, всё хорошо, и везде, всё время, и в Америке съёмки были постоянны. Спасибо большое. Спасибо большое. Всегда, пожалуйста. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо, что добавили. Спасибо большое. Счастливо. Пока. До свидания. Опять же, не знаю, как отключить. Опять же, не знаю, как отключить. О, ладно. Ой, чел, вот, вот, ребята, чел влажает. Я когда иногда читаю, как люди, современные молодёжь выражаются, мне так плакать хочется, особенно нам, творческим, людям творческих профессий, очень, этот вот сленг, так по ушам режут. Ну, да ладно. В общем, так много вопросов, они не заканчиваются, но уже чат-то пролетел. Чат-то закончился уже. В общем, ладно, ребят, я буду уже, наверное, закругляться, потому что у нас в Екатеринбурге 11 вечера. Я надеюсь, что вам эфир понравился. Если нет, то вы врёте. Ладно, обязательно мы повторим. Если будут у вас действительно классные вопросы, ну, вот у многих ребят, которые хотят, которые хотят определиться со своей профессией, которые хотят определиться. Или, опять же, мы можем сделать эфир, конечно, про отношения, потому что не знаю, как получится людям в эфире задавать честные вопросы про отношения, потому что это тоже моя любимая тема, и я люблю разговаривать про отношения между мужчиной и женщиной, и давать девочкам особенно какие-нибудь классные советы, чтобы девчонки тоже любили себя и ни в коем случае не забывали, что вы девочки, вы принцессы, и что вы должны верить в себя и любить себя и не давать себя бежать. А мальчики должны быть настоящими мужчинами и к девочкам относиться как к принцессам. Короче, я вас всех обнимаю, у меня много, как всегда, идей, поток мыслей, поэтому надеюсь, что мы продолжим с вами в следующем эфире, тему которого тоже можем определить, поговорить ещё раз про кино, поговорить про, не знаю, психологию отношений или чего-нибудь, чего-нибудь. В общем, сколько всего вам интересно, задавайте потом всегда вопросы в вопросах, когда вот я пишу в сториз, тогда мы будем с вами определять какие-нибудь правда интересные и классные темы, потому что мне кажется, что это может многим помочь, что мне просто согревает душу. В общем, я вас обнимаю, всем передаю большой привет, всех целую, спокойной ночи, ну, тем, кто спать ложится. Пока-пока!